Здравствуйте, дорогие телезрители! Хочу пригласить вас на встречу с молодым музыкантом, виртуозом Балалайки, дирижером Денисом Павловым. Здесь репетирует его ансамбль, он называется «Позитив». Давайте узнаем, чем живут молодые музыканты и какую музыку они играют. Главный голос в ансамбле «Позитив» – «Балалайка». Заглянем для начала туда, откуда слышна русская народная мелодия. Ну, не будем пока мешать музыкантам. Любопытно, а что за этой дверью? Лихие буги-буги – это вам не русский наигрыш. Только лица музыкантов вроде знакомые. Третий раз, увидев тех же самых ребят, вы, конечно, поняли, что мы разыграли незамысловатую сценку. И теперь, когда репетиция окончена, пора побеседовать с Денисом Павловым. Денис, пусть вам мой первый вопрос не покажется бестактным. Сколько вам лет? Денис, пусть вам не покажется бестактным. Денис, пусть вам не покажется бестактным. Мне хочется, чтобы мы с вами посчитали, что вы к этому возрасту успели. Закончить Российскую академию музыки имени Гнесиных, правильно? Да. Затем поступить в аспирантуру. Да. Да. Что вы успели на концертной сцене, где выступали, перед какой аудиторией? У нас довольно разная аудитория. В первую очередь, это, конечно, аудитория концертных залов различных. Например, Рахманинский зал консерватории, Большой зал консерватории, Большой зал Российской академии музыки имени Гнесиных. Многие другие, это вот то, что я называю сейчас самые крупные. Для того, чтобы молодой музыкант в этом мире встал на ноги, нужна же еще какая-то поддержка. Я знаю, что в вашей биографии были конкурсы, были гранты, премии. Какие? Ну, в первую очередь, конечно, стоит сказать о премии президента Российской Федерации. Ее мне вручили несколько лет назад, как раз за победы в конкурсах. В международных конкурсах, классическое наследие в частности. А после этого были еще многие другие конкурсы. Практически все, которые существуют для Балайки, я выиграл. Так уж получилось. И еще одно. Есть еще педагогическая деятельность. И там тоже очень серьезные уже к такому молодому возрасту заслуги. Вы преподаете здесь, в детском центре Моцарт? Да. Правильно это называется, вернее, точнее, это лучше назвать, учитель года. Конкурс назывался учитель года 2006 на Юго-Западе. А я победил в номинации педагог-конешкольник. Я преподаю, да, в государственном образовательном учреждении Центр эстетического воспитания детей Моцарт. Вот такое длинное название. И еще одно, поскольку я продолжаю, у меня уже на одной руке пальцы закончились. Еще одна деятельность общественная. Насколько я помню, вы входите в команду молодежного правительства Москвы. Дело в том, что существует так называемое студенческое правительство дублеров, которое существует при московском правительстве. Вот существует дублер начальника департамента образования города Москвы. И я как раз в команде этого дублера. Всего в команде три человека, включая меня. И как же вы все это успеваете? Сколько часов в ваших сутках? Я мало сплю, много работаю. Я вас хотела еще попросить рассказать о музыкантах вашего коллектива, о каждом из ваших собратьев. Синтезатор – это у нас пианист и композитор. Зовут его Михаил Ченцов. Это человек, который закончил консерваторию сначала как пианист, потом закончил как композитор, потом поступил в аспирантуру как пианист, потом как композитор. Вот. Сейчас вот он буквально в этом году, летом, поступил уже во вторую аспирантуру и там продолжает обучение свое. Дальше нужно, конечно, сказать о бас-гитаре. Бас-гитаре – это Андрей Павлов, это мой брат. Так уже случилось. Младший? Младший, младший. У меня младший на 4 года. Вот это студент, ныне музыкаль Московского государственного института музыки имени Шнитке. Вообще Андрей тоже лауреат международных конкурсов, как балашник. Вот, и тоже обладатель премии президента Российской Федерации. В одной семье две премии президента? Да, две премии президента, причем у нас нет никаких родственников, там это я говорю честно. И, наконец, четвертый. И, наконец, ударник. Наконец, ударник наш замечательный, Святослав Ткаченко. Святослав Ткаченко – это выпускник университета культуры. Таким образом, у нас получается очень интересная система. Я, как выпускник Юнесеньки, Михаил у нас выпускник консерватории, бас-гитарист Шнитке. И, наконец, ударник из университета культуры. Сборная всех московских музыкальных вузов. Всех вузов, да, музыкальных вузов всех. Святослав Ткаченко Святослав Ткаченко Святослав Ткаченко Субтитры создавал DimaTorzok Скажите, пожалуйста, а сколько лет вы уже вместе? С какого года существует ансамбль «Позитив»? Ансамбль «Позитив» существует с 2004 года. Я решил, что достаточно с конкурсами, в общем-то. Нужно заниматься какими-то такими вещами, которые позволят реализовывать уже собственную индивидуальность, именно исполнительскую. Были разные варианты составов. И вот мы наконец пришли к тому, что у нас сейчас существует. Это так называемое инструментальное шоу «Денис Павлов» и ансамбль «Позитив». Вы играете очень разную музыку. И, наверное, находите в ней какие-то общие черты? Как вы подходите к формированию репертуара? Любой репертуар, особенно, когда мы говорим о шоу, оно должно быть ориентировано на слушателя. Большая часть людей, которые заканчивают сейчас академические вузы, музыканты, они чаще всего не работают по специальности. Очень многие из них не работают по специальности. В основном из-за того, что они не хотят или, может быть, уже не могут в силу каких-то обстоятельств сделать шаг навстречу слушателю. Они воспринимают сцену как архитектурное сооружение. Это нечто большее. Если человек выходит на сцену, он не просто выходит куда-то, на это архитектурное сооружение, чтобы отыграть и уйти. Он должен сообщить зрителю нечто такое, чего он, зритель, не видит в реальной жизни. Зритель, по большому счету, работает очень много, особенно в Москве, если мы говорим, да, москвичах сейчас. Они круглосуточно работают. И когда они приходят в концертный зал, они хотят услышать, они хотят поднять себе настроение, они хотят получить заряд каких-то положительных эмоций, чего-то очень хорошего, позитивного, разумного, доброго, вечного. И исполнитель должен им это дать. Если он им не способен это дать, у него нет никаких перспектив. Сейчас ценятся люди, которые сообщают зрителю, это хорошее. Вот поэтому вы и назвали свой ансамбль «Позитив». Да, это родилось спонтанно совершенно. Я не старался. Тогда еще эта концепция, тогда еще эта идея, она не была живой, да, она была только на уровне подсознания. Я долго ходил, когда уже коллектив создан был какое-то время, да, нужно было на то, чтобы придумать название. Но я не мог придумать это название. И потом я начал задавать себе вопрос. Ну хорошо, а какая основная идея, вот что бы мы хотели? Да, потому что мы играем самую разную музыку. И тогда уже играли самую разную музыку. Было понятно, что назвать это русским народным ансамблем неправильно. Назвать это эстрадным ансамблем неправильно. Назвать это кантри ансамблем неправильно. Это было бы просто... Мы бы таким образом заводили всякие какие-то рамки, которых у нас нет на самом деле. Но есть какие-то вещи, которые объединяют все. Объединяет эта энергетика. То, что мы хотим нести, вот свою радость людям, которая у нас есть. Она у нас есть от природы для всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Концертная балалайка Или она практически такая же, как и её прародительница Расскажите нам из чего она состоит Она у вас красивая? Ну вообще, надо сказать, что после Андреева Практически без изменений остался карпус После Андреева остались инструменты Как правило, с ладами до панциря После этого добавились ещё вот эти лады Сюда на панцирь Для очень высоких нотов Да, для высоких нот чтобы можно было брать высокие ноты, и за счет этого увеличился диапазон. Строго говоря, на этом изменения практически ограничивались. Что можно сказать по этому инструменту? Это инструмент мастера Виноградова. Таких инструментов делают 5 в год всего, и большая очередь на них купить практически невозможно. Он очень красивый. Из какого дерева делается корпус? Это замечательное дерево. Стандартно дека инструмента делается из резонансной ели. Эту ель нужно сушить приблизительно 50 лет, прежде чем ее можно ставить на инструмент. То же самое и с клёном. Клён у меня вообще уникальный волнистый клён. Потрясающий клён, видите, он переливается. Это, конечно, нечто особенное. Панцирь и подставка, а также гриф. Это чёрное дерево. Головка из палисандра. Ну и, собственно, всё. Вот здесь ещё небольшие части палисандра. Это тоже по моей специальной просьбе сделали из клёна. Обычные уголки делают такого же цвета, коричневого или какого-то контрастного цвета. Я попросил, чтобы было построже, чтобы было именно такого цвета. Ну, кроме того, что она там сама в себе красивая, у неё ещё звук определённый. Звук уникальный, я считаю. Такого звука действительно очень немного. И умеет так делать инструменты как раз Евгений Николаевич Нарянов. Замечательный мастер, один из немногих. Есть ещё мастера, но их можно пересчитать по пальцам. Балалайка ведь один из самых виртуозных инструментов, вот в восприятии слушательском. А на ней три струны. Да, на ней три струны, причём две из них настроены в унисон. Для тех пьес, которые вы выбрали в репертуар ансамбля «Позитив», нужно было специально сделать аранжировки. Кто их автор? Значительную часть аранжировок делал я сам. Часть аранжировок я заказывал Анатолию Серебренникову, замечательный аранжировщик. Но их в процентном отношении меньше, конечно же. Ну, сейчас, я думаю, что мы будем делать ещё параллельный проект, связанный с электронной музыкой уже. Балалайка и в стиле «Хаос». Вот здесь будут делать аранжировки уже человек, который этим будет заниматься специально, и не один, я думаю, что это будет такой концепцией очень серьёзной уже, хорошего уровня, настоящего. То есть это для, как раз для большой сцены, то, что называется, да? Для больших открытых площадок, для площадок уровня кремлёвского дворца и так далее. Я думаю, что мы должны до рано или поздно ставить себе какие-то такие цели уже. КОНЕЦ 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 Вот сейчас я тоже буду загибать пальцы, потому что мне очень хочется узнать о ваших планах. Мы говорили о том, чего вам уже удалось достичь, о чём вы мечтаете, что бы вы хотели сделать. Не просто вот вообще мечтаете, а какие-то уже усилия предлагаете для реализации этих планов. Поехали. Да. Ну, прежде всего, я должен сказать как раз вот об этом проекте Денис Павлов «Ансамбль позитив». Он, собственно, не проект, это то, что живёт. То, что жило всегда, и то, что сейчас начинает уже формироваться как нечто готовое. И вот мы должны сделать этот живой, профессиональный, хороший проект Денис Павлов «Ансамбль позитив». Инструментальное шоу для того, чтобы уже нести качественную, профессиональную музыку в жанре шоу для людей, для наших. Это раз. Это раз. Второй момент, конечно, связанный с научной деятельностью. Я не могу от этого отказаться тоже, коль скоро я всё-таки в аспирантуре. Но я к этому шёл довольно давно. Это написание диссертации, связанной с проблемами педагогики. В частности, у меня это будет касаться детского возраста. Вот мне бы хотелось, конечно, защититься. По педагогике это одна из таких моих серьёзных целей в жизни. Я думаю, что рано или поздно это должно произойти, если будут с моей стороны правильные шаги предприняты. Это два. Ну, вообще, чтобы был мир во всём мире. На самом деле, всё очень много. Это исполнительство, это и педагогика, это и научная работа педагогики, это отдельная история. Да, потому что есть у меня уже ученики и лауреаты международных конкурсов, всеосийских конкурсов, московских конкурсов. И вам, и вашему инструменту, и вашим соратникам, друзьям по коллективу я желаю очень многого, и прежде всего, хорошей, интересной, понимающей публики. Я благодарю вас за беседу и надеюсь, что нас ещё сведёт судьба, и мы услышим вашу музыку. Всего доброго, до свидания. Спасибо, спасибо большое. И с вами я тоже прощаюсь, дорогие телезрители, и надеюсь, что музыка в исполнении ансамбля «Позитив» вам принесла радостные минуты. Всего доброго, до свидания.